Всем привет! Меня зовут Андрей Степанов. Я саксофонист и педагог, родом из Одессы, сейчас живу и работаю в Ирландии. У меня есть международный форум саксофонистов, где люди обмениваются советами, задают свои вопросы в социальных сетях. И один из последних вопросов был об уходе за инструментом. Что же хочется об этом рассказать? Итак, наш красивый дорогой инструмент саксофон полностью покрыт лаком. И он добавляет особой экстравагантности для любителей музыки. К сожалению, так бывает, что лак частично слазит с инструмента, но вы абсолютно не переживайте. Дело в том, что на качество звука это абсолютно не влияет. Но очень важно следить за инструментом. Что я имею ввиду? После окончания занятий надо обязательно каждый раз разбирать инструмент и полностью его протирать. Что я могу посоветовать для залипающих клапанов? Как известно, у нас есть клапан соль-диез и до-диез. Это самые проблематичные клапаны с саксофонами. Есть множество различных средств. Например, есть очень хорошая тряпочка от фирмы BG. Называется PadDryer. Кроме тряпочек, например, как у фирмы BG, есть много различных вариантов для протирания ваших подушек. Например, Pad Paper. Или часто ее еще называют пудровая бумага. На самом деле, это обычная папиросная бумага, которую, я сразу говорю, не курите. Но очень часто можно такую бумагу достать в различных магазинах, где продается курительный табак. И там продаются маленькие такие бумажечки для самокруток. Это абсолютно та же самая бумага. Она точно так же хорошо позволит вам промокнуть подушку. Что нам надо? Мы достаем одну бумажечку. У меня специальная упаковочка фирмы Yamaha. На самом деле, очень много различных производителей производят ее. Все, что вам надо сделать, вбить в поиск Pad Paper. Итак, что нам надо? Мы достаем кусочек бумажки, вставляем под клапан и аккуратненько, аккуратненько тянем. Аккуратненько вытягиваем. И у нас вся влага, которая была под вашими клапанами, остается на этой бумаге. Так же можно проделать, да, не только соль-диезным клапаном, но и с нашими боковыми клапанами в третьей октаве, так как они тоже очень часто берут на себя много различных следей, клевков, которые, к сожалению, очень часто бывают и накапливаются в нашем инструменте. Вот таким нехитрым простым способом мы всего лишь одной бумажечкой хорошо вытерли наши подушки и продлили жизнь нашему инструменту. Кроме ухода за самими подушками, конечно же, нужно также протирать и сам инструмент. В частности, у нас это называется body на английском языке. Основная часть, да, инструмента. Мы берем какую-то тряпочку, очень много разных фирм, очень много разных вариантов. В любом случае, я бы очень посоветовал вам использовать не ворсистую ткань, так как ее частички могут оставаться внутри инструмента и немножечко повредить ваш инструмент в будущем. Все, что мы делаем, вставляем длинную-длинную веревочку, через растроп ее вытягиваем, тянем, 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 как в рыбалке. Тянем и она у нас, оп, вышла и инструмент уже довольно-таки неплохо прочищен. Конечно же, тряпочки надо стирать, протирать их, ухаживать за вашими тряпочками и своевременно менять их. Кроме тряпочки для основной части инструмента, я лично использую тряпочку фирмы Selmer для нашей S-ки, она же NEC, либо можно ей также протирать клапана. Но очень аккуратно тут смотрите на свой страх и риск. Точно так же мы можем аккуратненько подсунуть и аккуратненько вынуть. Для того, чтобы не повредить кожаную часть подушки, можно чуть-чуть нажимать на сам клапан, чтобы пружинка не повредила сам клапан. После корпуса я вытираю S-ку, она же по-английски у нас NEC, SH. Все тоже тряпочка, она очень хорошая, универсальная. Я, ну, трудно недооценить фирму Selmer, я так считаю. Я думаю, все согласятся. И обязательно уход за штуком и тростью. В прежние времена часто учили вытирать вот этой частью руки, так как считается, что здесь у нас меньше всего микробов, и вы можете наверняка и спокойно протереть трость. Но, как по мне, все-таки лучше использовать специальную тряпочку. В частности, у меня это фирма Selmer, как я уже говорил прежде, да. И наша трость становится чистая и аккуратненькая. Мунштук. Мунштук нуждается также в уходе. Помимо протирания его специальной тряпочкой, да, от остатков жидкости, которая скопилась у нас внутри инструмента и внутри мунштука, также можно протирать его и промывать теплой проточной водой. Обязательно условие для эбонитовых пластиковых мунштуков не используйте горячую воду. От этого цвет вашего мунштука может поменяться на зеленоватый, изменится оттенок вашего мунштука, и вам не доставит это много удовольствия. Хочется также добавить, что не забываем, даже сняв трость, да, в конце, когда мы собираем мунштучок, надевать колпачок. Для чего это делается? Для того, чтобы, когда вы складываете в ваш футляр ваш мунштук, чтобы, не дай бог, он не выпал, не повредился от других частей инструмента. Берегите ваш инструмент, ухаживайте за ним, и все будет у вас хорошо. И не забывайте заниматься. Субтитры создавал DimaTorzok